Пятеро моряков собрали огромное количество орехов и после этого легли спать. С ними была обезьянка. Ночью один моряк проснулся, разделил все орехи на пять равных частей, при этом один орех остался лишним. Он его отдал обезьянке, моряк съел пятую часть орехов и заснул. Следующий проснулся, опять разделил все орехи на пять равных частей, один орех остался лишним, он отдал его обезьяне, съел пятую часть и заснул. Так сделали все по очереди, утром все проснулись одновременно, опять пересчитали орехи, опять один остался лишним, а остальные удалось разделить на пять равных частей, съели и на этом история с орехами закончилась. Сколько могло быть орехов? Давайте посмотрим, как записать формулой 1-5. Если было не х орехов, 1 съела обезьянка, и после этого пятую часть съели, то есть 4 пятых от х минус 1. Давайте вот эту величину обозначим f от х. Поскольку моряков было 5, на самом деле нас интересует такая величина. Не просто f от х, а f от f. А если трое, то f от f от f. А четверо, вот так. А если пятеро, то вот так. Вот так они, что называется, провели ночью, по очереди вставали и ели эти самые орехи. Но утром орехи удалось разделить на пять равных частей, и один остался лишним. То есть мы фактически должны решить в натуральных числах вот такое уравнение. Правильно? Ну или если угодно, в целых неотрицательных. То есть, а вдруг зато равно такое, в принципе, тоже возможно. Хотя мы увидим, что мы, в принципе, научимся решать это уравнение. Давайте посмотрим, как оно выглядит, если его, что называется, записывать без буквы f. Выглядит оно довольно устрашающе. 4 пятых х минус 1 надо вычесть единицу и умножить на 4 пятых. Вычесть единицу и умножить на 4 пятых. Господа, это я написал только три раза. Вычесть единицу и умножить на 4 пятых. Вычесть единицу и умножить на 4 пятых. Вот я уже написал пять раз. И по-прежнему это есть 5z плюс 1. Вообще-то, если раскрыть все скобки, умножить на 5 в пятой степени, чтобы не было знаменателя, то мы получим уравнение вида, сколько-то x минус 5z, сколько-то z, после умножения на 5 в пятой будет уже не 5z, а 5 в шестой степени умножить на z, равно там чему-то. То есть уравнение будет иметь такой вид. Сколько-то x, сколько-то z, равно чему-то, где-то какие-то известные числа. В принципе, есть способ решать любое такое уравнение. Но я сейчас хочу рассказать метод, который работает именно для вот таких ситуаций. Когда вы много раз подряд применяете одну и ту же функцию. Не для произвольных чисел альфа, бета, гамма, вот как решать такое уравнение, нет. А когда уравнение имеет такой специфический вид. Есть решение, что называется для маленьких. Орех, пожалуй, я начну с него, потому что оно буквально в два слова. И, наверное, оно немножко вас вдохновит на то, чтобы дальше слушать общее длинное обсуждение. Вот можно было вообще эти формулы написать. Вообще эти без формулы. А сделать следующее. К орехам добавить 4 фальшивых ореха. Ну, представьте себе, у нас есть настоящие орехи, которые можно есть. И добавить к ним 4 муляжа. Ну, то есть из бумаги, из чего-нибудь сделать в форме ореха. Ну, так что видно, что это похоже на орех, но не орех. Понятно? И смотрите, что тогда будет каждый раз. У нас была куча орехов. Мы разделили на 5 равных частей, один орех остался лишним. Так? Разделили на 5 равных частей, один орех остался лишним. Но мы же еще добавили 4. Что получилось? Орехи поровну разделились. Обезьянка наша съела вот этот один. А фальшивые орехи остались? У вас? Замечательно. Значит, в следующий раз мы опять разделим все на 5 равных частей. И опять к каждой из частей, где не было, добавится этот фальшивый орех свой. Так? Ребята, у нас все время будет делиться. Благодаря добавлению 4 орехов, 4 особых орехов, у нас каждый раз будет делиться ровно на 5 частей. И в результате, если мы так сделаем 5 раз, каким свойством должно обладать число, которое было в самом начале? Должно делиться на 5 в 5. Так? Значит, формула получается простая. В начале было x орехов. Мы к ним добавили 4 штуки. И каждый раз брали 4 пятых. А правильное количество орехов какое? Все-таки эти 4 надо выкинуть, правда? Поэтому надо написать минус 4. И это должно быть 5z плюс 1. Господа, а это такое решитель. Четверку переносим сюда. И получается абсолютно понятное уравнение. 4 в 5 степени умножить на x плюс 4. Это 5 в 6 умножить на z плюс 1. Собственно говоря, все. z плюс 1 должно делиться на 1024. 4, а соответственно, x плюс 4 должно делиться на 5 в 6. 5 в 6 умножить на 15,625. То есть это чейная вещь, да? То есть уже сейчас вы приспокойтесь вводить новое обозначение. Скажем, z плюс 1 это будет 1024n, где n какое-то число. Запишем, z плюс 1 это 1024 умножить на направленное число n. Соответственно, x плюс 4 это у нас должно быть 5 в 6 степени умножить на n. Значит, первоначальное число орехов это 15625 умножить на n минус 4, где n любое натуральное число. Значит, минимальное число орехов 15620. На что? Вот. Ну, конечно, абсолютно непонятно, откуда я догадался до вот этих вот 4 фальшивых орехов. Понятно, да? Совершенно непонятно, откуда это взялось. То есть это красивая такая олимпиадная идея, но, в общем, до нее непросто догадаться. Для того, что эти орехи... А теперь давайте я вам скажу все то же самое без... Что за гениальная догадка? Сначала маленький комментарий. Если вас интересует, когда f от x равно x, то вы можете решить такое уравнение. 4 пяток умножить на x минус 1 равно x. То есть 4x минус 4 равно 5x. Значит, x это минус 4. Число минус 4 – это количество орехов, которое не меняется при нашей операции. Конечно, довольно странная вещь, да? Итак, представьте себе, моряки задолжали, не знаю, там, кому-нибудь, да? Там, Нептуну или кому-нибудь задолжать, 4 ореха. После этого они делают так. Они берут еще один орех, дают его мартышке, вскармливают. Получается долг уже минус 5 орехов. И после этого один из баряков съедает пятую часть, то есть минус 1 орех. Ну, как можно съесть минус 1 орех, непонятно. Наверное, ему кто-нибудь пришлет, 1 орех подарит, и тогда вот почему-нибудь дальше? Минус 4 – это решение вот этого уравнения. Так, а теперь давайте все-таки рассмотрим более общий случай вот без вот этих вот фальшивых орехов, как, в принципе, решают такие задачи. Сначала маленький комментарий. Знаете ли вы, что такое арифметическая прогрессия? Да. Что это такое? Есть нулевое число. В общем, это когда число прибавляется одно и то же число по несколько раз. Совершенно верно. Какой формулой записывается арифметическая прогрессия? Х плюс Н. Вот я это самым. Я это самым. Н нечленд получается из нулевого прибавлением НД. Д – это красность, это арифметическая прогрессия. Разность между соседними числями. А там же Н-1 умножить на Д. Это потому, что вас жестко приучили, что нумерацию обязательно начинать соединиться. Понимаете, никто не обязан нумерацию начинать с неудобного места. Вообще-то, если с нуля, то будет абсолютно естественная формула. Конечно, если вы здесь напишите Х первое, то здесь будет Н минус 1. Но никто не заставляет вас это делать. Вот нет. В школьном учебнике нашем действительно нумерацию начинают с единицы. Но это только чтобы школьники получились. Ну, чтобы формула была менее удобной, и чтобы посложнее были вычисления. А вообще-то, если нумерация начинается с нуля, то формула будет абсолютно естественная. Хорошо. Какая рекуррентная формула задает арифметическую прогрессию? Н плюс первый член, это есть Н член плюс какое-то число. Договорились? Арифметическую прогрессию. Вообще-то, в школе учат еще и геометрическую прогрессию. Каким образом она задается? И так далее, и так далее. Смотрите, здесь все то же самое, только не сложение, а умножение. Рекуррентная формула. Н плюс первый член получается умножением. Н-ного члена, да, это самое У. Q называется знаменатель геометрической прогрессии. Если Q по модулю больше единицы, то числа будут все больше и больше, ну, кроме исключительного случая, когда X нулевое равно нулю. Тогда ничего не поможешь, прогрессия в любом случае будет из-за этих нулей. Это что-то неинтересный случай, да? А если X нулевое, это не ноль, и Q по модулю больше единицы, то будут возрастать. Если Q по модулю меньше единицы, а X нулевое не ноль, то будут убывать стерилизации нулю. Все понятно? Отлично. Рекуррентная формула. Это Xn плюс первое, это Xn умножить на Q. Явная формула. Xn, это есть X нулевое, умножить на Q в степени геометрической прогрессии. Замечательно. Я его не участвую. А давайте мы посмотрим, что-то это смешаем. То есть возьмем прогрессию, которая одновременно и арифметическая, и геометрическая. Смотрите, что я могу сделать. Вот есть формула Xn плюс первое, это Xn умножить на Q. И есть формула Xn плюс D. А давайте я возьму и то, и то. Xn плюс первое, это будет Q умножить на Xn плюс D. Казалось бы, мы изобрели новый вид последовательности. Арифметика геометрическая прогрессия. Да? Или геометрика арифметическая. Уж не знаю, как называть. Но почему-то в школе это не учат. То есть вот это учат. Решают огромное количество задач. Решают, решают, стараются. Это то же самое. И не зря решают. Это очень важные последовательности. То есть обязательно надо хорошо понять, когда число прибавляют все время одно и то же начинок. Или когда число умножают на одно и то же. Как это все происходит. А вот этим почему-то не занимаются. Ответ очень простой. Я сейчас объясню, как на самом деле вот эту штуку свести или сюда, или сюда. То есть оказывается, если хорошо знаешь вот эти вот две последовательности, то в таком случае не нужно отдельно учить вот эту более общую. Она оказывается в одних случаях такая, в других случаях по сути такая. Вот, рассказываю. Понятно ли вам, что если куровой единицы, то в таком случае ничего особенного не нужно. и это просто в точности афеметической прогрессии. Вот. Оказывается, что если ку не равно единице, то дело сводится к геометрической. Но это, конечно, не будет геометрическая, потому что геометрически просто происходит умножение и все. Оказывается, надо чуть-чуть изменить, то есть ввести те самые фальшивые орехи с нашей задачей. Рассказываю. Вот. Пусть ку не равно единице. Мы можем написать такое уравнение х равно ку х плюс д. Вы согласны, что в принципе такое уравнение можно решить. Если ку равно единице, то его не особо решишь, потому что если д не равно нулю, то у нас получается равенство д равно нулю, которое противоречит. А если ку не равно единице, то его можно решить. И решение получается очень понятное. 3 разделить на 1 минус ку. Сейчас посмотрите, я введу новую последовательность и объясню вам, как все запишется. Смотрите, вот у меня последовательность любого из первой иксы, да? А я сейчас каждый из икс буду, что называется, отсчитывать от вот этого числа. огромная просьба записать эту формулу в цитрате. Так что это в принципе это важно. Я изменил точку отсчета. Это физики очень любят. У них очень часто бывает, что в одной системе координат задача решается тяжело или вообще не очень понятно, как ее решать. А в другой системе координат наоборот все замечательно. Так вот смотрите, разумеется, это конкретное число d разделить на 1 минус q. И поэтому каждому x соответствует y и наоборот. Если y берете, то x тоже вычитается. И вот сейчас xn плюс qf это qxn плюс d. Я это рекуррентное соотношение перепишу через y. Поехали. d разделить на 1 минус q плюс yn плюс первое. Это q умножить на d разделить на 1 минус q плюс yn и еще плюс d. На первый взгляд стало хуже, чем было, потому что соотношение такое длинное и ужасное. Но посмотрите, пожалуйста, понимать. Вот если на y не обращать никакого внимания, то у нас получается d разделить на 1 минус q d разделить на 1 минус q а в правой части q d разделить на 1 минус q и плюс d. господа, присмотритесь, пожалуйста, если приведешь к общему знаменателю, то здесь будет d минус d q плюс d q это будет как d. Это равно. И не случайно, потому что число d разделить на 1 минус q у нас получалось именно из того уравнения. Помните, x равняется по x плюс d. Значит, если раскрыть скобки, то мы вдруг получаем соотношение гораздо более понятное, чем у нас было. У нас там было q x n плюс d для x плюс 1 а стало просто q умножить на y совершенно понятно. Значит, как положено, y n это y нулевое умножить на q в степени n. А теперь смотрите, что такое теперь у нас x n это есть d разделить на 1 минус q плюс y n а y n это q в степени n умножить на y нулевое. А что такое y нулевое? Это x нулевое минус d разделить на 1 минус q. Ребята, мы получили явную формулу для арифметика геометрической прогрессии. Смотрите, пожалуйста, вот это постоянное число, а это геометрическая прогрессия. Получается, что когда q не равно единице, то n-ный член это фактически геометрическая прогрессия, только сдвинутая каждому числу геометрической прогрессии прибавлено d разделить на 1 минус q. Так, все понятно, что я сказал. Вот, таким образом нет необходимости учить, что отдельно арифметико-геометрическую прогрессию, потому что формула абсолютно понятная, вот она. давайте я, пожалуй, еще объясню одну картинку. Ведь когда у вас речь идет о функции, когда мы применяли много раз функцию, то это можно понятно нарисовать на координатной плоскости. и тогда тоже станет ясно, откуда возникает вот это самое число минус 4, откуда эти таинственные минус 4 ореха, и зачем мы решали здесь вот это уравнение х равно qx2. Рассказываю. Представьте себе, что у нас есть самое что у нас есть обычное координатная точность. Это х, это у. У нас функция 4,5 умножить на х-1. Так, господа, давайте мы нарисуем этот грамм. 4,5 х минус 4,5. Если х равно 1, то это просто 0. Если х равно 0, то это минус 4,5. ну и вот как-то так прямая проходит. Она чуть-чуть под меньшим наклоном, чем под 45 градусов. То есть под 45 градусов это y равно x, а здесь 4,5 отношения. Угловой коэффициент это 4,5. Замечательно. Замечательно. А теперь смотрите. Вот это наша функция. А нам нужно взять f, 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 в 5 раз. Хорошо. Давайте подумаем, как это нужно сделать. Вот берем двойчатый x. Понятно, что посчитать от него нашу функцию легко. Вы знаете, как нам нужно отвечать. функция это вот этот отрезок. Ну, если отрицательный, то сюда, если положительный, то сюда. Отлично. Но потом-то надо взять функцию от функции. То есть в некотором смысле мне сейчас надо вот этот вертикальный отрезок нарисовать опять горизонтально. Потому что когда у меня от начала координата положен отрезок, то взять функцию легко. Замечательно. Для стандарта приема на этой картинке нарисовать прямую у равняется х. Ну, у меня не очень ровно получилось. Вы знаете, что на самом деле здесь будет число минус 4. Ну, считаем решение как бы. Вот так что если бы я рисовал точно, то это было бы так, где минус 4. Ну, как получилось, так получилось. Итак, есть прямая задность уравнением уравнение уравняется х, и есть прямая заданная уравнением 4.5х минус 4.5. Так? Теперь вопрос. Как рисовать f от f от f от f от f? Это очень просто. Вот этот отрезок это f от x. Теперь идем в горизонталь и говорим, что в результате вот этот отрезок равен этому, если мы шли горизонтально. Так? Но если у меня здесь y равно x, то вот этот отрезок будет равен этому. Согласны? и теперь замечательная идея. Ребята, я не пойду сюда. Я скажу, что этот отрезок это как раз и есть f от f. Смотрите, вот этот отрезок это f от x. А вот этот отрезок это f от f от x. Почему? Потому что вот этот отрезок это f от x. Все понятно? Отлично. А теперь слушайте, что мы сделаем дальше? А дальше я от этой точки опять пойду что? По горизонтали. Идея понятно? И вот эта уже точка будет f от f. А вот этот маленький вертикальный отрезок это будет f от f от f. А дальше я опять пойду горизонтально. И вот этот отрезок это уже будет f от f. Ребята, еще раз посмотрите. Вот это число это f от x. Это f от f. Это три раза. Соответственно, вот это это четыре раза взятое. И наконец вот этот отрезок это будет пять раз взятое. в общем если многократно очень много раз выполнять то картинка получается вот такая. Каждый раз идешь по горизонтали и на график по горизонтали и на график. По горизонтали надо идти до прямой y равно x. Обратите внимание этот принцип это не только для 4 пятых x минус 4 пятых это для любого графика. Когда у вас абсолютно любой график вы таким образом изображаете итерацию итерация это многократное выполнение одного и того же повторения итерации и вот и теперь видно почему выгодно было добавить эти самые четыре ореха. Это фактически переход в такую вот систему координат. А в такой системе координат у нас видите две прямые выходят из начала координат ну и понятно что все становится проще. Студенты сдавали зачет. Каждый раз успешно сдавали зачет 1 третья часть пришедших сдавать студентов и еще 1 третья часть студента. Подсказка надо в те формулы которые на доске подставить конкретные числа в нашей задаче и все получится. Было x студентов. Что такое третья часть сдавала зачет. Сколько осталось? 2 третьих. 2 третьих x. И еще 1 третья часть студента сдавала зачет. Значит что? Минус 1 третье да. Все правильно. минус и как же формула будет? Интересующая нас в начале было какое-то количество x нулевое студентов 2 третьи x n минус 1 третья часть сдавала и еще 1 третья часть студента сдавала. Чему равны наши числа? Чему равно 2 2 третьи все понимают что это не единица замечательно а чего равно d минус 1 третья над этом никаких ограничений нет? Так все можно писать форму давайте вычислим эту самую неподвижную точку d разделить на 1 минус 1 это что такое будет? Минус 1 треть надо поделить на 1 минус 2 треть это я умею? Минус 1 совершенно верно это просто минус 1 так и явная формула xn это 2 третьей степени n умножить на x нулевой плюс 1 минус 1 если n равно 5 то 3 в пятой 243 то есть x нулевой плюс 1 имеет вид 243 k минус 1 и соответственно x пятая это 32 k минус 1 например если k равно 1 то это число 242 и 31 можно ли было решить задачу о студентах так же как об орехах да конечно давайте изготовим добавочного студента поскольку мы будем резать на три части все таки это будет не живой студент а какая нибудь такая вот игрушка которую легко разрезать на три одинаковые части и добавим к всем студентам такую игрушку когда мы делим всех студентов на три равные части то игрушку нашу тоже поделим на три равные части и на бедж за счет третья часть студентов и еще одна треть студента что это значит представьте себе что вот они успешно сдали зачет третья часть студента откуда мы возьмем еще одну треть студента очень просто мы где нибудь возьмем настоящие Вот этот же настоящий, живой студент, точнее, его третья часть. Вы помните, что там все было подобрано так, что на самом-то деле никого это не надо было, но поменяем, поменяем. И все замечательно. Здесь у нас опять оказались все три части игрушки, а здесь оказалось в точности то количество, о котором говорила нам задача. Так что можно было, ну конечно, если догадаться до того, что нужно добавить какую игрушку, можно было так легко решить задачу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...